Xiaomi Redmi Note 11R Ммм, блин, слушай, прикольно выглядит Вау, вау, вау Ну не знаю Но он не знает ничего Он просто смотрит и молчит Он не зовет меня в кино Добрый день, друзья, вы на канале Kik.ru С вами Андрей Обозреваем сегодня Xiaomi Redmi Note 11R Так, допустим, вот этот вот телефон Ничто иное, как Poco M4 в версии 5G Но пока поговорим сейчас про это гранатное устройство Оно получилось, он достаточно симпатичный Еще раз, может быть, повторим Для тех, кто смотрел обзор на Poco M4 5G Но будем рассматривать это как отдельное устройство Если останутся вопросы Хотите обзор дополнить Выразить свое впечатление на Xiaomi Можете написать, что вы думаете В нашем телеграм-канале Или под этим видео в YouTube Всем остальным, напоминаю, что купить эти все смартфоны И все остальные вариации этих телефонов Можете под ссылкой под видео в магазине Kik.ru С быстрой доставкой гарантией Ну и, конечно же, если хотите выиграть приз То нужно оставить комментарий на YouTube Подписаться на наш канал, если еще не подписались И открыть подписки в настройках Дальше, в следующем месяце мы розыгрыш проведем Среди всех, кто оставит комментарий на YouTube Выберем одного, который получит классный, очень классный смартфон В любую точку России И множество промокодов, которые, собственно, получат Как утешительные призы остальные победители В остальном, все просто Удачи Пока М4 5G, он же Note 11R Это, откровенно, очень бюджетное устройство Которое много что здесь выдает Но, все-таки, за свои деньги Появляются и некоторые неплохие плюсы Теперь чуть по внешнему виду Вот здесь, конечно, что пока что Redmi сейчас уже научились делать так телефоны Что как будто бы, ну, берешь в руки такой Ну, вот если ты не искушенный Особенно пользователь там телефонов Такой, блин, слушай, прикольно выглядит У меня, конечно, самый скучный черный цвет Версия 4 ГБ оперативной памяти Но, все равно, согласитесь, выглядит достаточно прикольно Задняя крышка, конечно, полностью пластиковая Причем такой корыц, который сзади надевается Но оно такое, немножко рифленое Огромная блямба закрывает модуль камер Здесь же надпись огромная Redmi Вот она клянцевая Конечно, она очень быстро покрывается Различными мусоринками Отпечатками Вообще здесь все, по-моему, остается На ней, как только-то телефон просто достал из кармана Ну, и, конечно, он очень мягкий Поэтому без чехла, наверное, телефон использовать не рекомендую В комплекте чехольчик, к счастью, имеется простенький По элементам управления Справа находится качелька громкости И кнопка включения блокировки Причем она совмещена с отпечатком пальца Который здесь есть И он работает, на самом деле, неплохо Сверху инфаркассный порт для управления различной техникой 3,5-мм разъем для проводных наушников Слева слот для двух сим-карт и карты памяти Снизу разъем для зарядки USB Type-C Основной микрофон и единственный динамик Стерео в телефоне, конечно же, нету Это все-таки такая практически ультрабюджетка С лицевой стороны довольно толстый подбородок имеется Вырез под селфи в виде U-образного наплыва По бокам, ну, здесь более-менее симметричные и небольшие рамки Но в целом такой бюджетный Xiaomi, бюджетный смартфон, который мы привыкли видеть Телефон большой, телефон толстый и довольно-таки тяжелый В плане эргономики, ну, лопата Стандартная лопата, особенно учитывая, что вот, ну, реально толстый Не знаю, что здесь еще добавить Что касается дисплея, то здесь 6,6 дюйма Full HD матрица, при этом частота развертки до 90 Гц Не могу сказать, что экран какой-то сильно качественный Немножко тускловато, мне кажется Ну, в принципе, опять же, да, учитывая цену, наверное, это можно простить Но в целом, опять же, здесь радует наличие частоты обновления Повышенной в 90 Гц, за счет чего картинка более-менее плавно здесь пролистывается В целом все работает нормально Но сам по себе дисплей, ну, есть ощущение, что он как-то проще, чем есть Если бы я не подсматривал какой-нибудь технические характеристики телефона Я бы подумал, что здесь какой-нибудь HD дисплей И 6,5 дюймов, и вот это вот все А нет, большой IPS дисплей, еще раз, по яркости Ну, такой, не особо выдающийся вроде бы Но в целом, у меня яркости хватает Скорость откуда более-менее комфортная Хотя видно, что немножко можно было бы и побыстрее Но это, видимо, для телефонов, опять же, оставили подороже При этом телефон работает шустро И в этом, конечно же, главная заслуга процессора Очень удачного Это Mediatek Dimensity 700 Оперативной памяти, напомню, в моей версии 4 гигабайта Этот телефон, несмотря на всю свою бюджетность Набирает в Antutu практически 300 тысяч баллов Ребят, это реально вот образец того, как в бюджетном телефоне надо применять мощный процессор Не могу сказать, что он прям сильно быстрый Потому что здесь то ли оболочка уже этому способствует Работает он быстро Без подтормаживаний Но вот эта вот анимация иногда И все-таки, может быть, оперативной памяти здесь не хватает Некоторые задачи телефон заставляют так подзадуматься Этот процессор мы уже видели в других телефонах И там он работает как-то пошустрее Не могу сказать, что телефон тормозит Он работает вроде шустро Но какая-то такая проблема с анимацией, может быть Иногда проскакивает При этом в играх телефон идет в себя отлично Да, свою цену Это действительно реально игровое решение Ребята, огромный дисплей Процессор довольно мощный На средних, где-то на высоких настройках можно будет поиграть Телефон практически не греется Производительность хорошая Для этой цены очень даже хорошая Поэтому это вот, наверное, то, ради чего некоторые телефоны эти будут брать Несомненно Если говорить про батарейку Здесь она на 5000 мА Заряжается от зарядника максимум на 18 Вт Показатели тоже, откровенно говоря, бюджетные Телефон имеет огромный IPS-дисплей Конечно, основным потребителем в этом телефоне является именно он Если много сидеть в интернете Читаете книжечки Там, не знаю, что-нибудь еще делаете Просто много активного дисплея То телефон, конечно, долго не протянет Что в 6 дисплея можно рассчитывать Но, наверное, не больше Может быть, даже меньше Но вот вопрос, что вы конкретно делаете При этом телефон заряжается долго Полностью больше 3 часов Поэтому здесь, опять же, ну, показатели нормальные для бюджетника уже Ну, как бы я параллельно тестировал там несколько телефонов Уже как-то, там, вроде 20 тысяч рублей Даже получаешь намного быстрее зарядку И намного лучше автономность Здесь же, ну, такое Вроде неплохо все, но Ну, не знаю Что касается фотовозможности Здесь не буду подробно останавливаться 5 мегапикселей селфи Основная камера 13 мегапикселей И плюс 2 мегапикселя для портретных снимков Максимально базовые фотовозможности Со всех сторон Снимки низкого откровенно качества Можно более-менее что-то получить Только при реально очень хорошем освещении Снимки темноватые Кое-где бывают размытые Фокус иногда тоже прыгает И печально расстраивает Ну, конечно, есть ночной режим В режиме плохого освещения Можно попытаться поснимать в нем Но это, пожалуй, единственная такая Отдушина во всех камерах этого телефона Во всем остальном, конечно, максимальная бюджетность Здесь прямо ощущается Одна из худших камер Которую можно найти Наверное, в принципе, в телефонах На данный момент Если говорить откровенно Но особенно учитывая Даже несмотря на всю его цену Ну, ребят, так и есть Что касается связи Две сим-карты здесь есть Wi-Fi 2.4 и 5 Гц На удивление тоже есть А вот NFC в 11R Нет В Poco M4 5G В зависимости от региона NFC может быть Так что Обратите внимание Если для вас интересен именно Poco M4 5G То, ну, как бы NFC там может быть В каких-то версиях В случае с Redmi Note 11R Тут извиняйте NFC не было И не будет И не активируется Со связью Как бы все окей Вопросов нету Что касается звука То, я знаю Есть разъем для наушников Есть звучание Через монодинамика Все максимально просто Опять же Там только в настройках Можно пограться Эквалайзером Чтобы под себя подстроить Немножко Но на этом что И все Звучание максимально бюджетное Максимально простое Что касается системы То здесь уже 12-й Android Оболочка MIUI 13-й версии Особых вопросов Лично у меня нету Но у меня глобальная версия Сейчас прошита Стандартный MIUI Выделить здесь Чего-то такого Я не могу Проблем каких-то За время эксплуатации Лично я не заметил Итог Он достаточно простый Провелен и для Redmi Note 11R И для Poco M4 5G Перед нами Типичнейшая бюджетка Которая умеет Включаться Умеет работать Имеет большой дисплей И в данном случае Еще очень неплохую Производительность На этом пожалуй Что и все Остальное в телефоне Просто для галочки Или существует Само по себе Я говорю про камеру Я говорю про Допустим там NFC Да и сам по себе дисплей Тоже не могу сказать Что он прям какой-то Вау-вау-вау Он есть Он большой Он 90 Гц Он плавный И сам по себе Телефон За эти деньги Шустрый Поэтому Именно от этого Надо отталкиваться Если покупать Какой-то из этих телефонов 11R Или Poco M4 5G Все остальное Ну такое Да То есть Возможно как раз таки В этом бюджете Много людей Допустим Дети Которые хотят Купить телефон Современный Производительный За небольшие деньги Но на камеру Им плевать Вот пожалуйста Для них Очень хороший вариант И опять же Допустим Если хотите купить себе Какую-нибудь рабочую лошадку За минимальные деньги Шуструю То в принципе Для них Вот этот телефон Конечно будет Вполне себе интересен Так ничего особо интересного В этом телефоне Просто нету Быстрая Шустрая Мощная Рабочая лошадка С нормальной Автономностью И неплохим дисплеем На этом Что пожалуй Можно было Хранистику Этого телефона Закончить Если вы это оценили Так что с вас Лайк Подписка Колокольчик Посмотреть Сколько телефона стоит Сколько стоит М4 5G Сделать правильный выбор С вами был Андрей Куп.ру Пока